ну что друзья всем привет мы снова с вами на этот раз после небольшого отдыха приехали мы делал пост стать вконтакте ноги у многих спрашивал ребята куда ехать за лещом на флэт или на дикарь на карпа многие топили за дикарь но мы пошли еще дальше мы сегодня приехали на дикарь и еще на флэт будем параллельно ловить классная дикая здесь вообще местечко хвост здесь точно есть карп здесь есть крупнейшие амур и вы до сих пор здесь не могут поймать надеюсь что он еще жив его не сожрали вот и конечно карасик есть небольшие карпятки но их здесь уже достаточно выловили не знаю получится ли нет у нас вообще уйти от нуля мы сюда приехали отдохнуть кайфануть костерочек вечерочек шашлычки и главное взял всего сегодня с собой поплавочку хочется уже отдохнуть именно в такой атмосферке в пасте вообще совершенно одни братуха приехали чтобы просто провести здесь рыбалку с ночевкой так что начинаем потому что уже солнышко садится сразу же замешаем прикормочки это правда лещовая черная я думаю здесь особо не принципиально то у нас будет просто как такая связующая планируем сделать с это именно прикормки . для флэта там зерновых добавлю немножко бойлицов в корабль уже непосредственно будем наверно просто было по крыше немножко целых два бункера по две точки под самый камушек здесь у нас правда по соседству товарищ с кружками надеюсь к эти кружки именно под хищника если кто-то удивляется не ребята у нас здесь местные настолько ребята суровые что они ловят карпа на кружки то есть они берут груз или соску на него цепляет бойл там или все что угодно и расставляет как вот кружки на щуку такие вот вот он на лодке плавает но если щуку и вы примерно представляете как она клюет и куда она уходит с этим кружком то я наблюдал как они на веслах после того как он зацепился уходит с этим кружком самое обидное из этого всего то что вставит около коряжника потом выдирают и сколько доставали карпов этих с кормушками во рту что поделать каждого свой способ ловли мы пропагандируем правильно поймал отпусти поэтому будем замешивать для карпушек карасей правильную прикормочку все пускай настаиваться мы пойдем собирать лагеря снасти так сколько же я не ловил на этот пологли даже и плечко взял вечерочек посидим этому сидела соберем значит когда-то по снастям как обещал значит давайте по-быстрому взял два фидера это медиум портекс с аккумой кастом блок фидер сороковая модель чуть-чуть пожестче фидер медиум хэвик с 55 моделью ну это просто прихватил адвансер с карпой еще мне есть интересная для вас новинка если честно реально собирался убирался в гараже и вспомнил увидел эту удочку уриста специально заказал по приколу сделано не обязательно обзор хай карбон фаст карп 360 3 спайна либров вообще красота знаете сколько здесь частей сейчас мы вместе считаем раз ух нифига себе тут даже кашиные кольца стоят раз два три четыре части мы конечно ей побросаем сюда прихватил неспроста потому что я реально планирую при ловле в завоз на дикарях перейти на трехчастники потому что но я же не забрасываю мне вообще не важно как эта удочка там сколько она раз отпрыгивает правильно у нее кривая или нет мне главное чтобы не был более-менее карбон и чтобы она отрабатывала при вываживании ну вот этой удочки не знаю сколько она стоит покупал еще наверно осенью 21 года в районе может быть тысячи полторы тысячу двести если конечно геморрой то долго собирать и желательно чтобы были какие-то меточки сверху ну чтобы вы постоянно так не смотрели ну и давайте на нее поставим кастом карп акума это кстати катушка на которой уже снял обзор и выйдет она у нас ближайшее время я думаю что по балансу эта катушка по самовесу и удилище я думаю будет оптимально потому что здесь используется невысокомодульный карбон 24 тона скорее всего не помню описание ну примерно где-то так и он достаточно тяжеленький ну да конечно дан такой себе я думаю что если взять чуть выше классом удилища и хотя бы трехчастник то можно найти хорошую модель которая будет и комфортная в перевозке и приятная на уваживании вообще в работе потому что это конечно ну такой тяжеловатый получился инструмент ничего посмотреть как он может рыбку какую крупную на нее потягаем нашу на флюре попробую прям сделаем насадочку проверить камыш на гитаре маленький ты что здесь здесь и карпета небольшие нам как бы сейчас для отдыха для жаренки что молотый боедом стал до форель ел на надо было корма полечить после чемпионата поправить я уже пошла карпик закоптить может флорик так еще правда на флюрик почему нет то чем одна в него верим на соревнованиях она дикаре почему-то другие используем тоже ну ладно с бог бы криком еще все понятно там своя засечка и при ловле в коряжнике если он поглубже сидит это конечно только плюс вот это вот насадочка принесла не одну рыбку нам на чемпионате россии но у нас пока еще более-менее светло надо ускориться и завести корабликом под дальний берег пока его еще хорошо видим что темнеет сегодня уже достаточно резво первый пошел что ребята еще не успели мы даже ребрышек отведать а у нас на flat 1 поклевочка на красненький по папчик вот такой вот равна 200 увесистый увесистый местный карасик сейчас наверно все кто смотрит это видео кинулись быстро за телефоном смотреть кто звонит 1 есть ждем а и 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 утром вытащить килограмм на 12 была идеальная история как обычно это не у нас хотя не всегда что ребят всем добро утром сколько уж я мечтал половить на этот ловочек не кстати когда были на золотом берегу я не выдержал там охранники сидели ловили карасиков мелких это уже одного выцепил вот именно хотелось на водоемчики диком половить червячочек у нас . прошла и отработал более-менее только flat поймали три карася чем один из них попался такой достаточно крупный сейчас покажу вот и была непонятная поклевка на дальней дистанции на карпу но вчера осень быстро темнеет и какие-то непонятные движения там опять таки мы все не перезавезли потому что вчера быстро стемнело хотели под самый камыш положить но не видно ничего это на корабле есть фонарь но достаточно приличная дистанция не особо видно сейчас вот утром перезавезлись одну под коряжку положили недалеко во вторую именно непосредственно под камыш может быть кто-то клюнет на сейчас сидим кайфуем с поплавочком мелко это рыбка плещется здесь карась может подойти такой достаточно крупная и тут часто ловит карпят они правда не крупные ну тем не менее поклевку увидеть на поплав дорогого стоит здесь наверно есть какая-то в этом небольшая магия что сидишь смотришь медитируешь сейчас вам кофеечку и надо будет закормить нам flat по средней дистанции то что с рассвета у нас вообще как будто flat выключила непонятно почему а 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 буду радоваться поимки такой мелкой рыбульки зато какая поклевка тонущий в этот полк утапливается под уголком уходит красота что для счастья на рыбалке надо долгожданная у нас поклевочка на карповую в берег ну в принципе а куда он еще может пойти потому что под самый камыш завезли рыбу уходит у нас вправо как этот какой-то коряжник получается у нас есть сколько я протащил метров 20 что ли ну по сопротивлению рыбы не крупно может там трешка это было блин обидно вообще посмотрим поводок и остался на месте резиночка слетела нормально это вытянули просто повезло на не знал что они там у нас присутствует печаль полотном пока больше не нужен там и уже кулибели искали бровку на средней дистанции для закорма флэда просто диппер привязанных корабли потому что в данной комплектации меня нет ахолота вообще можно поставить и холод ну так как бы колхозный вариант по быстрому решение данного вопроса включаем закидываю и закрываем бункер можно все спокойно укладывать поводочек и сверху при кормочке уже под вечером вчера ничего не стали показывать некогда было здесь зерновые крушеные бойлы немножко целых бойлов так как у нас точечная ловля поэтому много не кладем буквально черпачок в отличие от лодки можно не переживать что леска перережется потому что здесь водомет и никаких винтов открытых нет достаточно шустро идет дистанция показывать 15 16 метров и конечно не совсем она правдивая у нас здесь диппер кстати показывал неправильную дистанцию возможно gps плохо в данном районе но вот вот Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Один у нас сход на карповую рыбалку И 5 карасиков И бесчисленное количество мелких карасей, пескарей, плотвичек и так далее Как бы это ни звучало, но огромное удовольствие получил при ловле на удочку маху Сто лет реально не рыбачил Считаю, что мы отлично отдохнули Вот вчера перед рыбалкой смочил фидерный пацан А вот второй на случай карповую рыбалку забыл бы Вот нам наказание за все это Ну ладно, я думаю, что конечно все это с уверяем, кто-то верит, кто-то нет Ну, поклевку мы получили Жаль, что не удалось вытащить Что бывает? Здесь, конечно, в последнее время карпы это достаточно хорошо истребляют Истребляют, забирают от вот такого до тузиков Весной я даже в этом году сюда не приехал Потому что мне показали фотографии, что здесь творилось весной И я сказал, не, ребят, я сюда вообще не поеду Потому что я люблю посидеть в тишине, в спокойствии А когда бесконечные лодки, моторы и так далее плавают туда-сюда Это не рыбалка А я чаще езжу, чтобы отдохнуть, насладиться природой А не за рыбой Но, тем не менее, что-то мы понимали, пойдем покажу На модной стойке у нас в этот раз Садок держался Конечно, не царский улов Но, тем не менее, один, кстати, очень хороший Прям парасик такой, смотрите, нам попался Ночью один Ох, такой красавец Спасибо Я очень рад Ну что, ребята, на этой радостной ноте мы будем завершать нашу передачу Всем не хвастаньте швей Отличных вам и душевных рыбалок Всем пока Да видит бог Да ёб твою мать Сука, ёбаный в рот Я только с вам сказал, пока перешагаю удилище, и оно уезжает Бля, да что такое Там вот На том берегу мы увидели Небольшую торчащую коряжку И во второй раз Решили Немножко туда ближе перезавестись Была поклевка Но, к сожалению Флюрики Чего они не работают тут Все нормально Может того, что набухает и волос Пипец, ребята Ну, это какой-то вообще Пацак надо, короче, смачивать Пока еще собираемся Может быть, будет шанс Теперь что-то Всем пока